Привет, просветители! Я прочитал все ваши комментарии под предыдущим видео, в том числе и... такие... Понял, что вы хотите ролик о пограничниках, так что он обязательно выйдет в ближайшее время. Любой каприз за ваш просмотр! Но на прошлой неделе Министерство просвещения и Сергей Кравцов развели такую активную деятельность, что игнорировать это просто нельзя. С 1 сентября школу ждут большие изменения. За потоком новостей и нововведений Кравцова мы буквально в прямом эфире следили с подписчиками моего телеграм-канала. И все никак не могли понять. Когда этот горшочек перестанет варить? Он не перестал. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм, там интересно и... немного крипово. Например, мы пытаемся разобраться, что развалится быстрее. Вот это столовая в педагогическом колледже или стена в этой школе. Я же говорю, эксклюзивный контент. Новость, которая пригремела буквально на всех новостных ресурсах. В России начнут изучать историю с первого класса. Я думаю, самое время. Ребенок еще не умеет читать, писать, читать. Но ложечку патриотизма добавить не мешало бы. Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мною принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса, заявил Кравцов. Многие люди с педагогическим образованием, в том числе и я, сразу же заинтересовались, а за чей счет банкет? Я понимаю, что так порой не кажется, но нельзя просто наваливать предметы на первоклашек и смотреть, что получится. Ничего хорошего. Есть определенный уровень нагрузки, за который выходить нельзя, но очень хочется. Но если это на благо подрастающему поколению, то можно. Поэтому любое подобное нововведение и дополнение должно сочетаться с урезанием чего-либо. Вот и стало интересно, чего? Министерство не допустит, чтобы при изучении отечественной истории как-то по-плохому относились к народам Белоруссии, Украины. Отлично. А что, при изучении истории до сих пор как-то плохо относились к каким-то народам? Ну, если это так, то тут не уроки добавлять нужно, а учебники менять. Не волнуйтесь, этим тоже займутся. Хотя, если учитывать, что сейчас говорят о других странах, в том числе соседних, по телевизору наши политики и телеведущие... Когда я только прочитал эту новость, мне сразу же стало интересно. А что будут делать с курсом окружающий мир? Если вы вдруг не знали, у некоторых товарищей сложилось ощущение, что и министр просвещения не знал, то в рамках этого достаточно комплексного предмета как раз-таки и изучаются основы истории. А еще в некоторых школах в началке и историю родного края проходят. Информация будет просто дублироваться или окружающий мир ребрендингу подвергнется. Но, похоже, про этот предмет знали только я да комментаторы в интернете. В тот же день в Государственной Думе оценили предложение Кравцова. Песков полностью поддержал идею ведения уроков истории в первом классе. В общем, полное государственное одобрение. А потом, буквально через пару часов, в той же Думе озвучили. Мне тут Сергей Кравцов позвонил. Его не так поняли. Никаких уроков истории с первого класса. Оказывается, в Министерстве просвещения все же нашелся человек, который знает программу начальной школы. Очуметь! Я понимаю, это звучит дико. Мы уже привыкли, что школы и Министерство просвещения это... Звенья одной цепи. И, судя по всему, этот самый знаток донес до Кравцова информацию, что историческое образование действительно начинается в начальной школе. Все нормально, можно выдохнуть. Не переживайте. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство не вводит обязательные уроки истории с первого класса. Это будет историческое просвещение. Окей, и что это значит? У нас с первого класса будет историческое просвещение. Это не уроки истории. Уроки будут проводиться с пятого класса. Но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета окружающий мир историю своего края, своей малой родины, посещать музеи, выставки. Это можно делать в рамках классной деятельности. А до этого в начальной школе этим не занимались? Забавно, у меня вот другая информация. И тут сразу же несколько вопросов. Почему министр просвещения так формулирует свои мысли? Ведьева-то. Что его аж понять не могут. Раз его слова аж в Госдуме обсуждают, а он не это имел в виду. Это не странно. Второй момент. Почему я не учитель начальной школы, знаю об особенностях программы, а вот министр, похоже, нет. Хотя, если посмотреть на руководителя министерства, опыт работы в школе 0, 0, 0, 0, 7, ничего себе, и 2 года. Общий педагогический стаж министерства просвещения 9 лет. 7 из них приходится на одного человека. Я отлично понимаю, что хороший учитель не равно хороший руководитель. Особенно сейчас, когда мы живем в эпоху успешных менеджеров. Точно так же классный спортсмен не факт, что станет таким же профессиональным тренером. Специфика все же разная. Но неужели среди всех педагогов огромной страны не нашлось хотя бы несколько с той самой организаторской жилкой и вторым образованием? Когда смотришь на эти нули, это не оскорбление, я об опыте говорю, становится понятно, почему некоторые заявления министерства вызывают неоднозначную реакцию учителей. А эти руководители точно представляют специфику работы педагога? Дорогу педагогу. Вот, как началка живет, судя по всему, не очень. И живет не очень, и представления не очень имеют. Если вы вдруг решили, что несостоявшийся урок истории в первом классе единственный новый предмет, подумайте еще раз. Думать вообще полезно. С 1 сентября в рамках внеурочной деятельности в российских школах будет проводиться урок «Разговоры о важном». Учителя будут рассказывать об основных текущих событиях, делиться мнениями. Специальный урок для тех, кто не смотрит телевизор? Еще хотелось бы узнать, чьими мнениями будем делиться. Будем сравнивать высказывания Соловьева и Симонян? Потому что если посмотреть, что сейчас происходит в российском медиапространстве, ни о какой альтернативной точке зрения речи быть не может. Если, конечно, на штраф не хочешь нарваться. Возвращаем политинформацию в школы? У меня в телеграме подписчик рассказал, как старшеклассницу в буквальном смысле слова выгнали с урока. Причина? Она не поддержала мнение учителя об Украине. Вот такой обмен мнениями. Пока разговоры о важном только ждут 1 сентября, скорее бы. Некоторые преподаватели решили уже сейчас как следует заняться патриотическим воспитанием. Ну а что до сентября-то откладывать? В питерской школе учительница показала четвероклассникам выпуск Бесогона с маркировкой 18+. В этой передаче Михалков рассказывал об украинском нацизме. Родители говорят, что дети видели трупы, сцены жестокости и насилия. С другой стороны, если не в четвертом классе, то когда? Родители жалуются, что у детей после просмотра была натуральная истерика. А один школьник обещал при встрече забрызгать перцовым баллончиком показанную в фильме украинскую девочку и разобрать ее на органы. Вот вам и разговоры о важном. Сама учительница заявила в аудиозаписи, которая была опубликована в родительском чате, что сцены насилия из ролика изъяли перед показом. А само видео было нужно для освещения политической ситуации в мире. Также она добавила, что ребенок не может быть вне политики, потому что все равно слышит это все вокруг себя и делает неправильные выводы. Из-за этого возникают такие течения, как митинги Навального. Спасибо нашим педагогам, что помогают четвероклассникам делать правильные выводы. Странно, что еще в январе прошлого года все государственные деятели на перебор заявляли. Школа вне политики. Обвиняли оппонентов в политической педофилии. Но вот тут учитель решил сыграть на опережение. Если ты не покажешь четверокласснику Михалкова, кто-нибудь другой покажет ему не Михалкова. Интересно, а вот если бы она ролик какого-нибудь КАЦа включила, уволили бы только ее или еще и всю администрацию? Забавно, что такая странная штука, как закон об образовании Российской Федерации, тоже с преподавателем не особо-то согласен. Но то закон, а это реальная жизнь. Если вернуться к обмену мнениями о текущей ситуации и ответственности за неправильное мнение, то нельзя не упомянуть и вот это. События в рамках спецоперации России на Украине добавят в учебники по истории, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде». Интересно, когда? Потому что история это не просто набор дат. В первую очередь это анализ, причина следственных связей. И пока мы живем внутри этого события, уже писать параграфы в учебник абсолютно правильная тактика. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что вопросы по спецоперации на Украине добавят в задание ЕГЭ по истории, однако в этом году их на экзамене не будет. В интернете уже предложили несколько вариантов опросов, которые могут попасть в КИМы, и варианты ответов, за которые можно попасть в тюрьму. А я всегда говорил, что ЕГЭ это опасно. В школах станет больше патриотических детских объединений. Важно использовать полезный опыт из нашего прошлого, прокомментировал эту инициативу Сергей Кравцов. И предложил формировать из детей, достигших успехов различных видов деятельности, знаменные отряды. Пионеры 2.0. Хорошо. А побольше не только патриотических объединений. Нет. Просто пока все, о чем говорит министерство, это патриотизм. А что-нибудь кроме патриотического воспитания в школах вообще есть? Еще одним детским объединением может стать сообщество юных историков «Сила в правде». Министр сообщил, что к движению присоединятся российское историческое общество, российское военно-историческое общество, российское движение школьников и юнармия. Отвечу на свой же вопрос. Похоже, нет. Уже с 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и поднятие государственного флага, сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В некоторых школах уже с прошлой недели решили это реализовать. Молодцы. Главное, чтобы это не превратилось в ситуацию с партой героя. Когда парту с биографией выдающейся личности в кабинет-то принесли, а вот тот факт, что в этом же кабинете по стенам вода течет, упустили. И вот такое сочетание как-то не особо на развитии патриотизма работает. Во время летней оздоровительной кампании в детских лагерях будут поднимать государственный флаг и слушать гимн. Также будут проводиться занятия на тему современных событий в стране и мире. Об этом заявил Сергей Кравцов во время всероссийского семинара совещания на тему об организации проведения летней оздоровительной кампании 2022 года. Ну, флаг и гимн ничего нового. Во многих лагерях это давняя традиция. Занятия на тему современных событий ничего удивительного. Беседы о важном только с сентября, а дети в лагере без телевизора надо исправлять. Опять же, можно включить Бестагона или отрывок из эфира «Россия-1», где эксперты с улыбкой рассуждают о количестве жертв в случае ядерного удара. И уж если это не поднимет патриотический дух детей, то я не знаю. Друзья, если вам понравилось это видео, вы отлично знаете, что нужно сделать. Лайк, колокольчик, комментарий. Обязательно переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там интересно. А еще это позволит нам с вами не потеряться. А я очень надеюсь, что встречусь с вами на следующей неделе, здесь же на ютубе, в понедельник в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.